50-й Грушинский фестиваль наверняка побьет исторический рекорд по количеству посетителей. В день голоконцерта на полене у Мостряковских озер буквально яблоку негде упасть. Туристов не смущает даже пасмурная погода и мелкий дождик. Все с нетерпением ждут голоконцерта на плавучей сцене гитаре. Непогода и всеобщий ажиотаж – уже традиционные атрибуты, предшествующие кульминации Грушинского фестиваля. В юбилейный год капризы природы оказались настолько весомыми, что нашей съемочной группе пришлось работать в экстремальных условиях. Но обо всем по порядку. Начнем с центральной аллеи и ее главной достопримечательности. География Грушинского фестиваля просто поражает воображение. На интерактивной карте в центре поляны представлены все регионы России и страны ближнего зарубежья. В этом году туристы преодолели тысячи километров, чтобы собраться в Самарской области и послушать любимые песни «У костра вместе». Подводя итоги культового события, организаторы сообщили, что в этот раз гостями фестиваля стали более 56 тысяч человек. Они установили 12,5 тысяч палаток. Красотами Самарской земли любовались жители 62 регионов России, а также туристы из Белоруссии и Казахстана. Любители бардовской песни хвастались оригинальными костюмами, читали стихи и исполняли песни. Улицы палаточного городка напоминали бразильские аллеи во время карнавала. Здесь можно было встретить и персонажей русских сказок, и героев из фантастических фильмов. Мы рады, что мы, россияне, и что у нас такой праздник из 50 лет к Грушинскому фестивалю. Приезжайте, отдыхайте, наслаждайтесь. Это классно. Поздравляем. Наталья Адлер из Волгоградской области стала победителем конкурса «Чтецов», сочинив стихи про шампунь. Но она нам рассказала другие про лето. Прими в свои прохладные объятия, волною тихо поцелуй в уста, я к вам пришла, родимые места, и птицею порхнула в травы платья. Посетители поляны растворились в атмосфере, совсем позабыв про прогнозы синоптиков, которые увы сбылись. Мне пришлось срочно менять рубашку и брюки на дождевик. Впрочем, ситуацию это не спасло. В день открытия нам посчастливилось поучаствовать в шествии, которое унесло нас волной на главную сцену. А сейчас на поляне у Мостряковских озер начинается настоящий тропический ливень. Но туристов это не смущает. Некоторые бегут в свои палатки, а большая часть любителей бардовской песни идут по своим бытовым делам. Эльдар Бадаев отметил, что дождь его совсем не смущает. Приехали с друзьями, поставили там палатки, сейчас вот ходил, пообедал. Сильный дождь начинается. Но на вашем лице ни капли смущения нет, только капли дождя. Расскажите, в чем секрет? Ну, все-таки это атмосфера Грушинского, и как бы благодаря этому, скорее всего, дождь не замечаешь. Самые смелые закаленные туристы на ливе не обратили никакого внимания. А вот часть техники моего коллеги-оператора вышла из строя. Погода внесла коррективы в нашу работу, теперь придется использовать проводной микрофон, но ничего страшного. Пойдем разговаривать с людьми, узнавать, как они справились со стихией. Что в палатке делали, чем занимались, пока дождик шел? В палатке мы смотрели концерт Урьевского. А на какой сцене он проходил? Колокольчики. Понравилось? Да. Вася как сегодня зажигал? Да, как всегда. Василий на колокольчиках разогревал публику песни про штучку, которую он никому и никогда не показывал. Каждый переживал дождь по-своему. Кто-то сушил вещи у костра, кто-то играл в карты. А я ждал возможности, чтобы снова взять в руки микрофон и продолжить работать. Пауза пошла мне только на пользу. В день открытия люди часто задавались вопросом, сколько же ступенек на новой лестнице. Я не поленился и посчитал. Ну что, обещал, выполняю. Пока шел дождь и не было возможности снимать на камеру, поднимался вверх к платформе имени Валерия Грушина и насчитал 533 ступеньки. Спускаться вниз удобно, ботинки не скользят. Не успели все опомниться, как Мострюковские озера окутали сумерки. Туристы стройной цепочкой двинулись к горе, чтобы увидеть яркое пиротехническое шоу и итоговый концерт на гитаре. К участникам с приветственным словом обратился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Во многом, благодаря усилиям главы региона, инфраструктура у Мострюковских озер преобразилась до неузнаваемости. Дорогие друзья, фестивалю быть, фестивалю продолжаться. Я уверен, что мы вместе не один юбилей еще отметим. 50-й Грушинский фестиваль стал ярким культурным событием для всей страны. А его гости и участники – свидетелями культового феномена, который бережно хранит традиции, шагая в ногу со временем, принимая в свои ряды самых талантливых и открытых миру людей. Анатолий Головко, Константин Головин. События.